Девочка-пай Поехали сразу Выясняется, что кто-то в студии снимал меня на кинокамеру В общем, моя глупость Я не знаю, что делать Скажите, что мне делать? Оставьте этот дом Я хочу, чтобы вы почувствовали Я ухаживала за ним А когда он уехал Я стала очень страдать Весь Голливуд, вся его прекрасная половина Говорит, кричит, плачет и шепчет по-русски Только этим голосом Вивьен Ли, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Мишель Пфайфер Это все она Такая родная, такая своя Актриса Анна Каменкова Казалось бы, она добилась безоговорочного успеха Даже ее голос, не то что анфас и профиль Не узнать невозможно Она прожила более 300 судеб Озвучивая их Это фантастика Вот скажи она нам сейчас Прыгайте из окон И народ бы начал прыгать Потому что своим голосом она творит удивительные чудеса Просто удивительные И что меня потрясло Когда Анна Семеновна Каменкова Входила в наш павильон Протянула мне руку Я почувствовала, что рука дрожит Она колоссально нервничала И вот эта вот дрожь, видимо Такая дрожь голодного человека Человека, который испытывает голод Вот этого внимания, вот этого признания Вообще Почувствуете себя звездой Конечно И получается Получается так, что сегодня Ей чаще приходится попадать В артикуляцию голливудских звезд И вздыхать за кадром Больших ролей у большой актрисы Не было давно И с этим катастрофически трудно смириться Тем более в ее случае Таком исключительном О том, что девочка Аня Каменкова Исключительная Вся страна узнала Больше полувека назад Она же буквально родилась Кинозвездой Вот же она Всенародно любимая блондинка 1959 год Ее самый счастливый Кто это на карточке? Это мама Это я А это мой папа Когда мы с мамой выходили Его дома не было Это начало было Которая, наверное, повернула все И определила все И как-то это все было так естественно Без нажима Без усилий особых Все как-то Потому что Это была так Вот там была любовь На съемочной площадке всех Начиная от светиков Операторов Вот это была всеобщая любовь Это было такое счастье И я была там с мамой В детстве вас хвалили? В детстве на меня почти не было времени Потом я рано потеряла маму Еще раз так же Так же Так же И еще раз Очень красиво Очень красиво Спокойнее выражение лица Прям вот Ничего не значащее Хорошо Очень хорошо Очень красиво Конечно Если нужно Для кадра Она спорить не будет Только вот играть Спокойное лицо Ей так непривычно Да и несвойственно Если у голливудских Кинодив ее голос То определенно У тургеневских девушек Ее лицо Такое неспокойное Чуть что Сразу в слезы В 70-е Она наплакалась И на сцене И на экране Актриса делала это Настолько органично Что режиссеры Заставляли ее рыдать В каждом спектакле И в каждом фильме Анна Каменкова Советская лирическая героиня Номер один Скандировал крупным шрифтом Журнал «Советский экран» В 1979 году Тогда же На всесоюзном кинофестивале Самом статусном мероприятии В области кино Актриса Каменкова Получила приз За лучшую женскую роль В мелодраме Молодая жена А ну пусти Пусти говорю Это была вторая Серьезная награда В ее жизни Первую Ей вручили еще В 59-м году На международном Кинофестивале В Аргентине За лучшее исполнение Детской роли В картине про войну Девочка ищет отца Лена, пойдем К разам Ты там не будешь Боял И в доме сбал А я всю ноги везу Знаешь, как холодно было Все в ее жизни Началось буквально В один солнечный день В конце 50-х В центре Москвы На улице Никольской Где проживало Семейство Каменковых Гуревичей Было время Когда пятилетние девочки Гуляли без присмотра А во дворах К детям Приставали не маньяки А сотрудники Мосфильма Во дворе гуляли Дети Ассистент по актерам Вот детей Причем постарше Потому что они думали Такая В общем сложная роль И 7-8 лет Нужна была девочка А мне было 5 Поэтому Меня прошли И спросили Там одну подружку Вторую Третью И меня скорее Подвинуло Что Ну как Все читают А я тоже знаю Потому что Родители учителя Была колоссальная Библиотека в доме Поэтому с детства Масса стихов И прочего И прочего И меня даже Скорее не то что А потому что Всех спросили А меня нет Я даже почувствовала Какую-то Ну вот Что и как Я не такая как все Что ли Я тоже знаю Стихи И все И как-то Как-то они С мамой поговорили Вызвали на пробу В Минск Мы приехали в Минск Поставили шалаш Сцена вот С партнером И поскольку Мама была тоже На съемках И это была Как оплачиваемая работа И у нее была Возможность Тоже вырваться И Немножко другой Жизнью пожить Хотя она была Абсолютно Под прессом Папа И Папа был такой Человек Очень талантливый Очень И И очень Тяжелый И мне кажется Что То что он позволил Это было И для мамы Такой Прорыв Потому что Просто через Четыре года Ее уже Не стало А этот момент Тогда снимали Не как мы сейчас В день По восемь серий А Мы снимали год Почти картину Почти год И вот этот год Это был такой год Праздника Праздника А родители Потом не пускали В кино И правильно Потому что Приглашений было много Потому что Фильм был Очень тогда Как Такой известный Его все смотрели И много было приглашений Сказали нет И правильно Потому что Это осталось Там Но не испортилось Там Последующими Картинами Здравств Леточка К тебе мама Не приходила Пока нет Ты папа Не беспокойся Она придет Мне дедушка Говорил Что она У доктора Лечится Нет Но у меня потом Был еще один этап Опять же Сумасшедший В Большом театре И я В опере Русалка Дорогомышского Играла Русалочку Со словами На сцене Большого театра Вот это вот Знаменитый Откуда ты Прелестное Дитя От матери Моей От матери Ну кто ж Она та самая Которую любил ты И покинул Это мне было Восемь лет И тоже Пришли в школу Поскольку я училась Вот рядом С Большим театром Тоже там жила Они по школам Искали девочку И вот меня Отобрали И платьице Какой-то красивый Волосы И когда Мне было Там уже Десять Последние И уже Знали Что мамы Нет И я Помню Как гримерша Гримеруя Меня Расчесывая Волосы Плакала Потому что Вся голова Была в колтунах И я не понимала Это сейчас я понимаю Но я запомнила Потому что я подняла Глаза В зеркале Увидела Просто текли Слезы у нее Потому что Мне кажется Вообще дети Они воспринимают По-другому Они не очень понимают Что может быть иначе Это потом Понимаешь Это когда моему сыну Исполнилось Девять Я поняла Каково было Маме уходить Оставляя Двух девочек И как вообще Это страшно А тогда Конечно Я тосковала И безумно И прочее Но Но Осознания Полного Не было Вот этой потери А что с вашей мамой случилось? Рак Ну Маме было 38 лет Да И она была Такого Света Человек Вот все Кто ее знали Говорили 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 Что она входила И все просто Светилось Удивительная Совершенно Была И мне очень Безумно приятно Когда ее друзья Говорят Вы на нее так похожи Там в какой-то Уже определенный момент Они говорили Боже мой Вы Ольга Александровна Просто вы так На нее похожи А вот с отцом Семеном Абрамовичем Гуревичем У нее ничего Общего не было Да и быть не могло А почему вы взяли Фамилию Каменкова А не Папин Потому что Папа Папа его наставил На этом И он Тогда было Достаточно Сложно Потом они Не были Расписаны Он Удочерил Нас Папой С сестрой А какая-то Неловкость В детстве В юности Я ее ощущала Что папа еврей При том Что он был Гениальный педагог Совершенно К нему возили Со всей Москвы Детей Мы с папой Жили вдвоем Такой Странный альянс При этом Мы могли Сказать зимой Семеном Абрамовичем А почему у вас девочка В сандалиях Или На 16 лет Он мне сделал На день рождения На подушке лежала Коробка Обувная 16 лет Девочки Представляешь Я Говорит Вот с днем рождения Я открыла И там были Из детского мира Мальчуковые ботинки Вот я рыдала Когда И это тоже было Не потому Что он там Жадный Злой Или Какой-то А потому Что он Не знал Как иначе Что над девочке В 16 лет Но все-таки Была старшая Сестра Но сестра Там был конфликт С папой Серьезный Из-за мамы И она ушла Ей было 17 И она ушла Вообще И Потом Мы как-то вообще Разбежались На какое-то время А последние лет 15 Мы вдруг Сцепились Безумно И она сейчас Ушла Ольга И я Просто год Не могла Прийти в себя Потому что Это была Какая-то Невероятная Любовь И вдруг Она так Неожиданно Оборвалась У нас были Такие планы Колоссальные И мне Столько Надо было У нее Спросить И я все Думала Мы еще Посидим Мы еще Вот Нет И Удивительный Совершенный Человек И вот Как-то Я Вот И мы Жили с папой Когда Я Я сбежала От него Когда мне было 18 Я снимала Комнату Потому что Тоже Уже Свободой Захотелось А он Потом И он Как-то Не очень Одобрял Он думал Что Я тоже Учителем Буду Он успел Увидеть Внука Нет Нет Он успел Простить свою дочь За строптивость И успел Сказать Я горжусь тобой Хорошо Чуть пониже Чуть пониже Да Не двигаемся Красиво Актриса Такая Как она Подлинная Природная Все-таки Странное Существо Сочетание Несочетаемого И чрезмерно Требовательная И совершенно Неприхотливая Как мало Ей надо Для счастья Всего лишь Один Телефонный Звонок Утвердили На очень Хорошую роль Причем Уже Я была известна Я не буду говорить Кто и где Я была уже Известной Артисткой Как бы Не девочкой Меня утвердили На роль Мы подбирали Костюм И грим Уже было даже Первые такие Пробы Мы подсняли И мне сказали Мы позвоним И я ждала Я сидела С этой ролью Я в нее Влезла Я уже В себя мучила И не звонят И не звонят Потом я узнала Что они уже Давно снимают Но я неделю Лежала в стенку Головой Потому что Такой боли И такого Унижения Ну позвоните Ну скажите Ну извинитесь Ну так нельзя Это же во мне Ну играть со мной Нельзя На мне нельзя Потому что Это очень больно Мы очень Беззащитны И мы Начинаем себя Когда получаем роль Мы начинаем себя Встраивать А потом Из этого Там Вылезать Очень сложно Если бы знать Если бы знать Все это заранее Если бы 17-летней девушке С характером Рассказали Что ее ждет Так ведь Наверное Все равно бы не поверила И поступила По-своему Туда Куда поступали Тысячи советских девушек В театральные институты Это был предел мечтаний Это была эпоха Мечтательных барышень В 1970 году Средний конкурс В московские театральные Учебные заведения Побил все предыдущие рекорды И составил 200 человек на место Я пришла в Щуку Смотрела Это огромное количество Безумно красивых Высоких Стройных Девушек Я развернулась И ушла Как-то я думаю Не это Как-то А Вот я поступала И в ГИДИС И в ВАМХАТ И в Щепку И там стоял выбор Между ГИДИСом И Щепкинским Я выбрала Щепкинское Потому что Мне было Близко К дому Но я не жалею Потому что у меня Были Потрясающие педагоги И потом Щепки Которую Все Как бы считают Там Ну Второсортным Институтом Я считаю Что в нем Есть Главное Они там Не столько Артистов Воспитывают Сколько людей С сердцем С чувством С эмоцией Тратиться Надо Тратиться Каждую минуту Даже если Ты выходишь на сцену Сидит два сопливых пацана В зале Ты должна выйти И отдать все Театр на Малой Бронной Переживал времена Когда в зале Было два пацана Ну хорошо 22 Это было до появления Гения В 1967 Главным режиссером театра Стал Анатолий Васильевич Эфрос Все его постановки Были событием Всесоюзного масштаба Что там нынешние страдания По большому театру Билеты на спектакли Эфроса Невозможно было купить Даже за год А попасть к нему В труппу Означало получить Божественную отметину Выпускница Щепки Анна Каменкова Даже думать Об этом боялась Сами пришли Сами позвали В 1974 году Она сыграла Свою первую роль У Эфроса И только спустя Пять лет Он похвалил ее В первый И последний раз Ну скажи пожалуйста Что ты видишь А впрочем Нет не надо Тише Молчи Прошу тебя Дай мне привыкнуть К этой мысли Эта мысль уже давно С тобой Ты еще не привыкла Стыдись Как можно отрекаться От себя Смотрел спектакль И после спектакля Пришел ко мне В гримерную Сел И начал Так вот Знаешь ящик Гримерного стола Соседнего Так И молчит И я молчу И так Мы просидели Минут Двадцать Что мне показалось Вообще Бесконечность Он ничего не сказал Он встал Сказал Мне кажется Вы даже похудели За этот спектакль И ушел И взял с собой И взял с собой Только свою Сосыпется Но это Я считаю Что это Заслуга Когана В том Что уничтожен Был театр Это художественный руководитель Это директор Он мудрый 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 Тонкий Умный Злодей Талантливый Гениальный Злодей Он стал Хозяином театра Но театра Не стал Вот и все И все Кто мало-мальски Претендовал На какую-то Индивидуальность И Они все Убирались И я поэтому Ушла Решение Вы это приняли Сами Да Но там было Все Подведено Там Сбоку Накатили На мужа Предложив ему Сыграть Стражника В Золушке Человек Был там Тридцать лет В театре Вот именно Это если девушка Сразу По окончанию Березка Не вернулся Артист Анатолий Спивак Поступил В труппу Театра На Малой Бронной Когда Анна Каменкова Только начала Учить басню Для вступительного Экзамена В театральный Институт Позже Он увидит Ее В гримерке И на репетиции От этого Первого взгляда До первой Семейной Сцены Пройдет Пять лет Если бы в меня кто-нибудь влюбился Во-первых, это было бы забавно Во-вторых, я бы удивилась очень А в-третьих Я бы, наверное, очень благодарна была За то, что в меня влюбились Ей было 27 лет Когда она впервые Очень удивилась И была настолько благодарна Что вышла замуж Ее коллега по театру Актер и режиссер Анатолий Спивак Годами набирался смелости Прежде чем сделать предложение С тех пор прошло 30 лет Как один фантастический роман Невероятно, но факт Другого мужчины В ее жизни никогда не было И не будет Мне кажется, что тоже Все равно все сверху, конечно Просто Толя Да, старший на 15 лет И он Мне вообще кажется, что В Мужчине Больше всего мы ценим талант Ну, творческий был Я бы даже сказала так Талант Совесть Когда не предаст, не продаст Когда честный И когда сердце откликается Потому что есть Совесть И чувство юмора Вот Хочешь расскажу, какой он Ну, конечно Ну, рассказывай Выше среднего роста Сильный такой Джек Лондоновский тип Но с достаточно выраженным интеллектом Толя Очень талантливый человек Очень У него У самого не очень сложилась судьба Из-за характера Потому что Характер Чудовищный Это Папа Фрейда Вот мой папа И, видно, я выбирала Вы выбрали мужа Такого же, как отец? Да Но Он Он сделал из меня артистку Потому что он мне открыл Столько Он Столько со мной работал Все лучшее Это благодаря ему И я на него смотрела Много лет Как на гуру Как на учителя Как на Вначале-то вообще бог И Я была Очень Как это сказать Не знаю Говорить все это Краткать Как это Смиренно Смиренно, да В любви есть высшее благо Особенно для женщины кротко Женщины кротко И они менее всего Имеют надежду на это счастье Но зато они дороже его ценят Я Вырвалась на свободу такую После рождения сына Уже Где-то к сорока Я вдруг Сказала Я тоже имею право На свое слово Но до этого мне было Может быть это и не так важно И нужно Потому что я столько Работала И поэтому я же Как он говорил Так я и делала И может быть это было правильно В тот момент И он правильно Меня жестко вел Правильно Если это было кино Мы разбирали сцену И он требовал Чтобы я добивалась Этого рисунка Который мне построил он И он все скрывал Никому не говори Никому не говори Он играл в свои спектакли Лишь бы поменьше И Он весь вложился в меня Там конечно была Влюбленность безумная И И И И Иротика И секс Все конечно Конечно Но Мы ночами Могли всю ночь Сидеть на кухне Обсуждая одну сцену И это объединяет И это Такой Такой цемент Мощный И он Когда-то был там Деспотом И тираном Сейчас он мягкий Влюбленный И И смотрит там Мои какие-то Те работы Которые делали вместе И говорит Ну Как эту артистку Все-таки Твоими там Трудами Но Как-то Все переоценивается И становится Мягче Нежней Трогательней И Родней Хотя Были в жизни Всякие там И были моменты Когда я собиралась Уходить И Разорвать И когда Вот эта жесткая Хватка меня Душила И я просто Ну Как-то Все Перемололось И При этом Мы Остались Верны Друг Другу И он И я И это Правда А вот эти Пушатся Да пусть Пушатся Все-таки Анна Семеновна Какая-то Неправильная Актриса Кажется Ей вообще Все равно Как она Выглядит Или таким Как она Подлинным Природным Настоящим Действительно Важнее Содержание Раньше Я думал Что так Не бывает У Каменковой Все содержательное И отношения С мужем И отношения К работе И страдает Она Конечно От ума Это было Когда улыбался Только мертвый Спокойствию Рад 1937 год Одна большая страна Живет в одном Большом кошмаре Смертельном ужасе Что следующим В очереди На расстрел Может стать Каждый Первые фильмы О сталинских Репрессиях Появились В эпоху Перестройки Когда свобода Еще была Содержательной Картина Софьи Петровна Леденящая Драма Из жизни Матери Чей сын Стал врагом Народа Тогда Каменковой Было всего 35 по паспорту И 25 по ощущениям Тех Кто к ней В паспорт Не заглядывал А заглядывался На нее Актрисе Предлагали роли Молоденьких Прелестниц Однако она Предпочла Состариться На 20 лет Я очень люблю Эту роль Это Из разряда Тех ролей Той глубины И мощи За которую Мы идем В эту профессию Я когда играла Я год не могла Войти в норму Это вот Когда человека Просто вбивают В землю Меня настолько вбили Что я не могла Вылезти Я год ходила 50-летней Ну около года Я блондинкой красилась Ресницы красила Каблуки надевала Как-то пыталась И очень тяжело выходила Все говорили Что с тобой Такое ощущение Что это вот Умирающий человек Рак Это так Потому что Меня и поражает Сегодня я В каком-то Снимала сериале Таком очередном Было там Несколько моих сцен В промежутке Не моя сцена Потом опять моя И не на моей сцене Я сидела вот так И ждала И смотрела Сложная сцена была У актрисы Не буду назвать фамилию И я сидела Смотрела Думаю Сложная сцена Как вот она сейчас Сыграет там Что-то на могиле Там она рыдала Она сидит Трепется Анекдоты Какие-то Что-то жует Ей там Говорит Ну предположим Там Света Или там Наташа В кадр Она говорит Да-да-да я готова И я все же думаю Я ничего не понимаю А она входит в кадр Говорит Готова? Да Снимаем И она делает Друг так Да что же я Играет сцену Заканчивается сцена Все говорят Стоп Прекрасно Снято И у меня Шок Потому что Действительно Нормально Нормально Только меня Это не Царапает Я думаю Блин Я бы Два дня Собиралась Наращивала Наживала И сыграла бы Ну чуть Ну почти так же Понимаешь И я поняла И у меня было такое Я не спала ночь И решила Что ну все Надо завязывать Ну вот я и дожила До вашего признания Благодарю вас Это знание натуры мальчика Преврати К себе И к другим Когда мы попросили Анну Семеновну Встать возле кинопроектора И полюбоваться С собой На большом экране Она отказалась Да вежливо Да мягко Но категорически Абстрагироваться И смотреть спокойно Уже когда вышел фильм Я не могу Мне все не нравится Все мне кажется Это не кокетство Есть актрисы Которые говорят о том Что не могут Себя смотреть на экране Но вместе с тем Сидят и смотрят И любуются Как у Грета Гарба До старости Ах как она была хороша Да Хотя вот обрати внимание Как ее любят камеры Вообще редко Актриса может похвастаться Такой естественностью Ее любят камеры Но не любят кинематограф И как она органична В образе обычной Русской женщины И как идет Все костюмированное То есть она может быть И дворянкой Она может быть И героиней русской классики Она абсолютно костюмная героиня Ей все что угодно идет Ну посмотри лица И идет все Кроме страны И эпохи Которая ее перемолола А почему наша страна Так не любит своих актрис Вот новая эпоха В 90-е приходит Вы можете сказать Что вы стали В чем-то Жертвой этой эпохи Нет? Ну отчасти Там у меня был период Я не снималась И не играла 10 лет Я только звучала Она у меня кормила Звучание 10 лет лучших Скажем там От 39-ти до 49-ти И я решила Что чем сниматься В этом всем лучше Я буду честно Зарабатывать На жизнь Вот Любимым делом То что я умею И чем дорожу И как бы Я вот так перестроилась Да Я отменила Все что планировалось Сегодня на вечер Сказала что Проведу его С лучшим Британским журналистом Пишущим о лошадях Шоколад Шоколад везде Ничего Можно сделать Актрису умной Тонкой Чувственной А можно сделать Грубой Хабалкой И полной дурой Только одним голосом Да Ну интонацией Голосом Манерой Не знаю как угодно Назовите Озвучанием И И все И это правда И когда Ты прибегаешь Зачморенная Никакая тетка такая И вдруг ты Попадаешь И голос ложится Это вообще Или там Мне делали комплименты Пародюсеры Американские Даже Что если бы Наша героиня Говорила Так как и вы То Были такие Ой что-то я хвастаюсь Фу Вы решите Это Да-да-да-да Он мог подумать Что было Один Конечно Личную благодарность От Шерон Стоун Заслуженная артистка России Анна Каменкова Услышит вряд ли А вот Коллеги Соотечественницы Могли бы найти В себе силы И сказать спасибо Огромное спасибо Сергей Сергеевич Стреляйте Тем более Что переозвучить Или вырезать Это из истории Отечественного кинематографа Не получится Это уже классика Лицо Ларисы Гузеевой Голос Анны Каменковой Лицо Татьяны Лютаевой Голос Анны Каменковой Лицо Обид Просто Производственная Необходимость Там был У кого-то Акцент Кто-то С юга У кого-то Другой Была акцент У кого-то Была Манера Которая Режиссера Не устраивала Кто-то С кем-то Разругался В дребезге И Не хочет Ее видеть На звучание К примеру Всегда Кроме Одной Одной Ситуации Как-то Мне попадались Хорошие Очень артистки Очень хорошие Которые И к этому Хотя это Очень болезненный Момент Относились Нормально А некоторые Даже с благодарностью То есть Те, кого Вы озвучили Вас благодарили Да Да Даже так Но Одна была Пренеприятная история С одной актрисой Которая Мне просто звонила Угрожала И Хотя я всегда Спрашиваю И режиссера И продюсера Знает ли Актриса Что ее будут Переозвучивать И так далее И мне было сказано Что Ну а все В порядке И тем не менее Я нарвалась На такую Очень некрасивую Неприятную И Хотя мне кажется Что у меня всегда Это было Что Это все так проходит Что все Что было Крайне важное Невыносимо Нестерпимо Главным А становится В общем Прошлым И не так важно Как ты думаешь Теперь Почему он позволил Себя распять Когда мог Одним взглядом Уничтожить Этих Дурных людей Которые Умертвели Это был Последний вздох Советского кинематографа Протяжный И красивый Фильм Детство Темы Вышел Осенью 1991 Года Через два Месяца Советский Союз Прекратит Своё существование И начнется Такое кино Очень скоро Актриса Каменкова Надолго Исчезнет Из кадра И станет Бесплотным Голосом А пока Только лёгкое Предчувствие Чего-то Неизбежного На фоне Безмятежных Декораций Ей так хорошо Так органично В этой роли Молодой Счастливой Матери В 1991 Единственному Сыну Анны Каменковой Исполнилось Четыре года А вы достаточно Поздно же Сына родили Это была актерская История Когда нужно было Работать Это вот я Каждый день Благодарю Бога Потому что Работал очень много И были выкидыши Причём на поздних Сроках И было страшно И уже Казалось Что никогда И поэтому Как только Выяснилась Вот эта Беременность И мне Доктор Который меня смотрел Сказал Идите на чистку Я Обливаясь слезами Сказала Я говорю Ну может быть Как-то Ну что-то можно сделать Ну как-то Вы посмотрите Это может быть Мои последние шансы Что нам Сохранять уже Нечего На чистку Я представляю Что таких врачей Надо отлучать От профессии Потому что Сколько им она Сломала жизнь Неизвестно Я приехала Домой Собирать сумку В больницу И Толя сказала Сейчас И позвоню Нашей подруге Кинеколог И она Сказала Никуда не надо Приезжай утром Ко мне Это мы Всегда успеем И она Вот Ира Она Взяв на себя Потом она Сказала Ты даже не представляешь Что я на себя взяла Потому что могло быть Все что угодно В этой ситуации Дай ей волю Она бы вот так Сидела бы Напротив него Часами И молчала И самой себе Завидовала бы Ее Сережа Взрослый сын Молодой женщины Выстраданный Отвоеванный У врачей У болезни У судьбы Конечно Когда он родился Я год не могла Прийти в себя Я смотрела И не могла Как это Вот это чудо Которое осознать Мне понадобилось Год Год мне понадобился У меня вообще Не было Каких-то Сложностей И Напряжения Или каких-то там То есть Были проблемы Их миллион Но они как-то Все решались Единственное Может быть Астма Там Было Серьезно И то Это все Решалось И я даже Поражалась Что мне казалось Когда это Случилось Я с гастроли Приехала У него был приступ И мне Я думала Что у меня Начнется Там Хлопанье Крыльями Ужас А я как-то Удивилась Потому что Я собралась Как-то спокойно Его Он делал шаг По лестнице И задыхался Я говорила Хорошо Стоим Он делал Еще два шага Опять задыхался Я говорила Хорошо Сережа Стоим Я не рыдала Хотя Если бы я играла Может быть Это я бы Облилась Слезами А А вот здесь Была Абсолютная Абсолютная Собранность Это вот Откуда-то Сверху Мамочек Что-то Настраивает И он Ничего Кроме Радости Счастья Восторга И Не приносил И не приносит Поэтому Это Может быть За все То Что я Там Настрадалась И не Получалась И не И не Выходила И Там еще Были Там Свои Проблемы А может Быть Это Мне Вот Такой Подарок Он Не видел Меня На сцене Ни разу До Двадцати Лет И не Хотел И когда Он Говорил Сережа У тебя Мама Такая Артистка Ты Не Видал Я Говорила Отстаньте От Ребенка А он Говорил Да ты Там Для Всех Ну И Вот Все Мы Показывали Я Вот Ты Вот Здесь Ты Моя Такой Вот Эгоист Был По отношению К маме В театр Он Не Ходил Ну 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 Редко Что Там Как То Он Там Куда Там Современник С подружкой Там Девушка Роман Я говорю Ну Своди Девушку В театр Там Пару Раз И Тут Там Особого Восторга Не Было И Он Закончил Высшую Школу Экономики Причем Опять же Это был Подарок Потому что Я уже Считала Деньги Откладывала Потому что Невозможно Было А он Сдал И поступил На Бюджетное Место Ну вот И он Защищал Когда Диплом Он Защищал Авторские Права И Тогда Уже Начали Искать Материалы Все Драматургии Авторские Права Драматургов И он Защищает Диплом По этой Теме И Сейчас Он Работает В Авторском Агентстве И Занимается Правами Хороших Авторов На территории России Поэтому Он Ходит В театры О боже Я Металась В лихорадке Я Билась Диком Жару Я Хотела Только Одного Сдохнуть Нахрен Как Лошадь Мы Впервые Сын Увидел Маму На сцене Именно В этом Спектакле Он Пришел Без Предупреждения Купил Билет И Букет И Вдруг Вижу По проходу Идет Какой-то Молодой Человек А я Еще Сослип Вся В соплях По спектакле Еще Мутно Вижу Идет Молодой Человек С огромным Букетом Я Наклонюсь И вижу Что Это Мой Сережа Я Говорю Сережа Ты Да Мама Ты Что Смотрела Да Мама И У меня Был шок Я ему Говорю Ну И Как Ты А Говорит Ну Первые Десять Минут Меня Просто Колбасил Вворачивал И Выкручивал А потом Ничего А Сейчас У меня Уже Замечания Делают Мама Тут Как-то Вот Так А Вот Здесь Ты Чего Это А Здесь Как-то Можно Было Быть Так И Иногда Очень Толковый Надо Сказать В Папу Может И Сейчас Уже Сидит И Говорит Может А Прежиссу Не Знаю Об этом Анна Семеновна Говорит Осторожно Словно Боится Расплескать Свою Последнюю Надежду Вроде Бо Ее Сын Серьезно Думает О Режиссерской Карьере И Действительно Готовится Сделать Маме Интересное Предложение Ну Об этом Пока Молчок А вслух Она Только Позавидует Одной Итальянской Коллеге Чей Ребенок Тоже Недавно Вернул Маму На Большой Экран Хотя Вот Я смотрю На Софи Лоренц Которую Снимает Сына Думаю Ай Красота Замет Такое ощущение Что ей Давно Не было Так Свободно И Так Хорошо Потому Что В эту Секунду Здесь И Сейчас Все Только Для нее. Не для мифических продюсеров, рейтинга или светового пятна в кадре. Нет, для нее. А сейчас будьте добры, приготовьтесь аплодировать. Внимание, заслуженная артистка России Анна Каменкова, ровесница сталинских высоток. Аплодисменты. Когда вдруг в этом большом черном платье, она, мгновенно превопротившись в какую-то девчонку, выпускницу, она упала на пол, она валялась буквально в этом платье, она кувыркалась, она совершала какие-то подростковые абсолютные безумства. Это было так интересно смотреть в не столько жизни вот этой детскости. Вот замерли, замерли, стоим. Шикарно. Еще раз, еще раз. Как сохранить себя в эпоху перемен? Вот он, ответ. Живой, искрящийся. Вот та внешность, которую можно только заслужить, если не размениваться, не растрачиваться, не разбрасывать себя по мелочам, если ни в чем не испачкаться и не завязнуть, и если находить в себе силы возмущаться, сопротивляться и гореть. Как она, Анна Каменкова. Анна, на чьей шее эпоха порой такая невыносимая? А вот сейчас сложно, потому что на этот возраст нет ролей вообще, а привыкли к хорошим ролям, к большим, хорошим, с судьбой, с историей. А сейчас все мама. У нас Анна Семеновна мама героини, мама героя, мама героини. Я их сейчас, поскольку жить надо, и я вся в долгах, как в шелках, надо все-таки что-то. Поэтому я их так две пропускаю, третью снимаю. Все они пекут пирожки, все они очень похожи, иногда и имена совпадают. Мне звонит ассистентка, говорит, вот у нас мама герой. Я говорю, ну что она, пирожки печет? Пауза на том конце. Она говорит, нет, у нас нет такой сцены. Я говорю, ну присылайте, я читаю сценарий, сижу в компьютер и кричу мужу на кухню. Толя, она не пирожки печет, она котлеты жарит. Я занимаюсь какой-то чушью и сама себя раздражаю. А просто, или так просто тупо отдыхать, это вообще. И ничего не сделаешь, ничего не сделаешь. Ну вот дачу я 11 лет строю, и от того, что такой изобилий фантазии и всего, то мне хочется туда впихнуть все, и это ужасно. Туда и восток, и запад, и старину, и хай-тек, и это чудовищно. Когда новоселье? Не знаю как. Вот для этого надо тоже, для этого надо играть маму с котлетами и пирожками, чтобы хотя бы поставить забор. Вот все же. А иногда хочется догореть все синим пламенем, не надо ни забора, ни дачи. И пирожков не надо. А в чем счастье? А счастье в гармонии внутри себя. А то есть, еще проще, что счастье это когда то, что тебе очень хочется, получается. Что вообще сможет осчастливить? Хорошая работа. А вдруг что-то возникнет потрясающе интересное. Чуть повыше, чуть повыше. Вот так вот так. Спасибо большое, Северка, за помощь. Спасибо. Мало, мало, мало. Мало, вот это, вот это. Нет, мало, не попали. Но я еще не помню. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok